здравствуйте дорогие мои подписчики сегодня у меня на обзоре нож который заказал я на алиэкспрессе это модель ножа ганза модель ножа g7522 тире джи джи это значит green зеленая рукоятка ну вот значит накладки они зеленого цвета заказал из китая потому что как и все мы хотим немножко сэкономить но не знаю по виду упаковка оригинальная вот хотя к самому ножу у меня есть несколько вопросов сразу расскажу зачем я его разобрал дело в том что изначально нож не очень хорошо флиповал да то есть были проблемы мне захотелось его смазать и я еще увидел что на ноже в районе фрейма здесь вот была какая-то смазка непонятная больше похоже на грязь честно говоря хотя возможно это просто остатки графитовой смазки фрейм очень тугой то есть вот даже он свободен пальцем его нажимать достаточно тяжело некомфортно я бы даже сказал да то есть ну люди крепкие для них возможно это не составит никакого труда но на обывательском уровне нажимать вот эту вот пружину из стали но достаточно тяжело возможно со временем он расходится потому что потенциал для этого есть но пока не комфортно значит внутри обнаружил несколько подшипников вот они два подшипники очень малюсенькие и сразу скажу обойма вот этих вот шариковых подшипников она латунная очень тоненькая не надейтесь на ее долгий ресурс при аккуратном использовании возможно лет на пять этого ножа конечно хватит но потом придется чем-то их заменять возможно какими-то вставками из полиамида или из других полимеров в общем если у ребят есть какие-то идеи моих подписчиков чем можно это заменить и где такие вообще можно достать прошу писать в комментариях надолго повторюсь их не хватит обойма из латуни очень тоненькая ну просто вот как часовой механизм сам нож выполнен неплохо лезвие ножа достаточно твердая да то есть вот здесь вот нанесена маркировка фирменная написано саль марка стали 440 си модель ножа вот такой небольшой вот и значочек ну как бы повторюсь в целом нож вроде бы неплох но как бы есть вопросы вот тут вот есть какая-то небольшая ступенька то есть тоже не очень хорошо вырублена видимо на штампе вот то есть как бы есть конечно у этого ножа недочеты это я все подпилю смажу и чуть попозже я вам покажу что из этого всего получилось спасибо и так вот что у меня получилось после разборки ножа ну как бы ничего хитрого нет единственное вам понадобится две отвертки самые простяцкие но с маленькими звездочками как бы проблему я не решил сразу скажу суть заключается в том что вот тут где фрейм упирается в лезвие сделан неверный угол то есть на самом лезвии неправильно сделан угол и поэтому фрейм фрейм достаточно плотно его касается и когда вот вы пытаетесь его убрать помимо того что он сам по себе жесткий он еще и как бы трется об это лезвие да то есть его надо как-то закруглить но сделать это напильником это тяжко то есть если у кого-то есть небольшой наждачок дома слегка слегка можно поправить угол вот этот вот контакта с фреймом на ноже я его смазал да то есть но особого эффекта это не дало никакого поэтому если у кого-то будут такие желания можете сильно не заморачиваться то есть он нож флипует да то есть вот так он не открывается то есть как бы как бы резкого не нажимали пальцем он не выходит поэтому надо помогать рукой да то есть вот рукой когда помогаем он складывается то есть фрейм закрывается нож отрабатывает свой флип вот подшипники конечно помогает но тот тот тугой фрейм но я не знаю что с ним делать единственное вот я говорю подпиливать подтачивать но это уже такая будет механика немножко не то да и вот здесь вот я обращать внимание хотел не совсем ровно стоит лезвие то есть вот если видно будет она не по центру то есть немножко смещено это было до разборки то есть там люди будут говорить что после разборки нет до разборки это было то есть нож есть явный дефект поэтому ребят если кто хочет покупать такие наши ганзам уберите оригинал не покупайте с алиэкспресс ничем хорошим это не экономия для вас не закончится потеряете то чувство удовольствия функционал конечно есть то есть вопросов нет стали достаточно твердая и подруга напильником как бы похоже на правду в целом нож оригинальный я уверен просто наверняка какой-то брак поэтому продается со скидкой ну и еще раз я вам хотел всем сказать что если у кого-то будут какие-то предложения пожелания как все это можно поправить выправить заговорите пишите будет очень интересно послушать опять-таки если будут новые обзоры буду выкладывать всем спасибо пока